Распаковка ноутбука от MSI. Кажется, не знаю, что за модель. MS17L2, чтобы это не значило. Только что из магазина попросили меня его наставить. Давайте-ка вскроем и глянем, что за зверь. Так. Игровой, что ли? Похоже. Вот на хрена. Внутри одной коробки, другая коробка. Может, тут есть характеристики. О, кажется, нашел. Так. Сейчас глянем, что здесь. Intel i5 вижу. RTX 3050, 512 SSD и 16 гигов оперативки. Давайте-ка рассмотрим поближе. Что мы видим? Какие интересные у него выхлопы. Пластик матовый. Что снизу? О! Вы зацените. Я вижу всю систему охлаждения. Странное решение. Какие-то кубики. Выдавлено. А, это, так понимаю, ножки так выглядят. Выпуклость, 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 выпуклость. И только... А, вот еще. Четыре эти резиновые ножки. Но внутрянка видна. Большие радиаторы. Сюда пошли. Так. Интересно. А если добраться нужно до жесткого диска, до SSD-шника, то где он? А его я как раз-таки не вижу. То есть, чтобы заменить... Или поставить дополнительный. Раз, два, три, четыре. Пломба стоит! Пломба стоит! Слушайте, вообще такого никогда не видел. Типа, хочешь скрыть корпус, а там пломба. Ха! Всегда ноуты были без пломб. Ладно. Так. Ё-моё! Это еще М-видео. Ребяточки, первое. М-видео. И написано, значит, активация пакета программ. Угу. Виртуальная частная сеть. Бла-бла-бла. Дальше. Microsoft Windows 11. Домашняя. И от него ключик. И написано, откройте страничку. Твою мать! Ну, то есть... Ну, вы когда покупаете комп с виндой, да, у вас какая-то наклейка есть там. Я не знаю. Прошит ключ туда. А здесь просто тупо на принтере напечатанная бумажка. Из этого взяли отдельно деньги. Поскольку ноут, как я сказал, на коробке написано, без винды. Получается, в М-видео они его поставили. Эту самую винду. Кто-то мне теперь еще сказал, где кнопка включения. Чуть я ее не вижу. Ну, следует сказать, что он не гнется. Бывает на недорогих ноутах. Вообще, этот ноут недорогим, ну, никак не назовешь. Явно ценник больше полтинника. И все равно, где кнопка включения? Какого хрена? Ага, самое крайнее. Ух ты ж, ехаш, ты ж. Ни хрена себе. Экран. Вот так вот он отсвечивает. Непонятно. Скорее всего, IPS, да. Скорее всего, IPS, вон, под углами. Все видно. Вот с 11-й виндой я еще не сталкивался. Это я пуск нажал кнопку. Вылезло посередине. Хм. Ладно, будем посмотреть, что там надо в нем настроить. Ну, а так, не жужжить, не водит. Да, еле так дует. Прям, ну, все, заснул. Ну, какой-то геймерский вариант получается. Кнопочку отключения нашел. Вот здесь, вот она, где только что видел. Вот, FN. Нажимаем FN. И раз, два, три степени подсветки. Раз, два, три. Знаете, немножко за ним посидел, за этим ноутом. Погонял, так сказать, в разных тестах. И к какому я пришел выводу? Хм. А мне нравится. Вот серьезно. Так. Экран, как я говорил, под любыми углами. Скорость приличная. Единственное, что все еще немножко напрягает, это подсветка клавиатуры. Но, опять же, в темноте, как оказалось, да, очень даже неплохо смотрится. К сожалению, камера это не так передает, как глазами. Ну, на самом деле, все вполне себе в плане цветов тускнеет и не так дает на глаза. Какая у меня теперь мысль? Ну, экран 144 Гц. Вот серьезно. Вот она прям это точно не 60 Гц. Прям капец. Мышка летает просто офигительно. Все двигается настолько плавно, насколько это, наверное, в принципе, возможно. Что я предлагаю? Сейчас я этот ноутбук подсоединю к плате видеозахвата, то есть выход с HDMI этого ноута, соответственно, на платку и буду оцифровывать интерфейс. Ну, покажу, какие там тестики прогонял. Мне понравилось. Мне реально понравилось. Я думал, он будет гораздо шумнее, но нет. Даже 3D Mark там при максимально стопроцентной загрузке все-таки не так шумела система охлаждения, как я думал, что будет шуметь. Блин. Прикольно. Горячий воздух немножко отсюда, ну, соответственно, сзади выходило. Так, давайте-ка сейчас подключаю к компу, ну, дальше посмотрим оцифровочку. Естественно, вы не увидите никаких 144 Гц, потому что я буду оцифровывать 30 кадров в секунду, а экран реально 144. раз, раз, раз. Как меня слышно? Так, мышка бегает? Я думаю, бегает. Итак, ребяточки, ну, вот вам интерфейс 11-й Вендой. К слову сказать, я... Хм... До этого даже не сталкался с 11-м. Для меня невонятно. Ну, как так? Пуск, нажимаешь, он вот посередине, а здесь сбоку что... Что это? Непонятно. Ну, к слову сказать, довольно-таки шустро летает все. Я так, по мелочам поставил пару тестов. Ну, вот, например, Crystal Disk Mark. Ну, процесс не быстрый, как бы, да? Ну, вот, смотрите, вот то, что я потестировал. Вот вам... Эм... Да хрена цифры! 900, 1200, 300... Вот, все. Это в мегабайтах. Как вы понимаете, это тест, который... Ну, длится там, не знаю, минут 10, может. Может, меньше. Так, что еще? А, сейчас, секундочку. Секундочку. Загрузки. Signbench. Да. Кстати, смотрите, какой прикол. Нажимаю правую кнопку мышки. Ну, типа, есть несколько пунктов. Ну, как обычно, открыть, запустить, там, что-то, да? Где кнопка удалить? Нету! Вот, вот... Как так? Куда они это дели? Ну, на самом деле, все здесь. Показать дополнительные параметры. Вот, обычное контекстное меню. У, да, есть, да? Поняли? Хитрецы. По-моему, даже в десятке такого нет. Напомню, это бинда одиннадцатая. Так, ну-ка, сейчас мы найдем, где все это дело. Ну, переработали, если честно, мне непривычно. Я привык работать с семеркой, ну, десятку еще, как бы, могу. Здесь как-то все немножко по-другому. Что у нас система? Intel i5 11400H 2700 16 гигабайт оперативки. Вот, Windows 11. Так, где он? А, вот, диспетчер устройств. Что у нас здесь в плане процессора? У-у-у, как их много. 11-е поколение. То есть, это шестиядерный процессор, но 12-е поточный. Поняли, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Да, двенадцать потоков. То есть, шестиядерный 12 потоков. Видеоадаптеры. Ну, понятно, что металлская графика встроенный. И для игр у нас Nvidia GeForce RTX 3050. Мощная штучка. Так, что у нас здесь? Персонализация, фон, тема. Ну, короче, для меня непривычно, ребятки. Вот они вот это все переделали, но опять же, это не от меня этого факта, что очень и очень быстро все это хрена сейчас все просто летает. Не знаю, связано с это с SSD-шником, ну, точнее говоря, с контроллером, который позволяет этот самый SSD-шник раскачать до гигабайта в секунду, да, больше даже. Не знаю. Так, что у нас саймбейч? Ну, процесс не быстрый, вот, старт я нажал, это когда все ядра задействованы. Я здесь, пожалуй, вырежу немножко, ну, чтобы сократить все это время. Посмотрим, где, значит, вот-вот в этом месте, на каком месте будет, соответственно, данный проц. Так, ну, вроде все. А, все, можно нажать стоп. Что мы видим? Ну, вот смотрите, к слову сказать, вот, чуть медленнее, чем 12 ядер 2.4 потока, это Axion антриловский, но быстрее, чем 12 ядер 2.4 потока 2.6 ГГц, то есть, между 6800 и 8300. Вот, вот, вот этот процессор. Кстати, учтите, что в данный момент вот это вот все работает от сети, то есть, питание, блок питания подсоединен. Я проверял этот же самый тест без блока питания. Вот это значение было вот, 4.8, вот ниже. Ну, то есть, производительность от батарейки, когда вы используете, ниже, на сколько-то там, не знаю, процентов, но ниже. Довольно-таки бодрячком, бодрячком процессор. А сейчас предлагаю запустить 3DMark. Тест, к сожалению, не быстрый, скажем так. Поэтому при монтаже это все дело я сокращу. Я не знаю, либо обрежу, либо ускорю. Но, опять же, учтите, 7 гигов вот эта программка занимает. Так, ну, естественно, это не полная версия, просто фри скачал. С процессором все в порядке, все вот эти данные, но я думаю, вы видите. Все это дело здесь записано, распознано, бла-бла-бла. Система хранения, то есть, SSD-шник, это Kingston, просто, как я сказал, Intel Core i5, 11400. Intel Core i5, 416 гигов. Так, ладно, давайте, тест. Этот тест рассчитан на современной видеокарте. Я думаю, RTX 3050 можно считать современной. Хотя, вроде как, слышал слухи, что уже 4000 серия вышла, но пока их, видимо, продажи еще нет на данный момент времени. Я понимаю, что вы сейчас введите оцифровку в 1080p 30fps, но то, что вижу я, я просто сейчас смотрю на сразу одновременно на два экрана, на экран ноутбука и на экран компьютера, который, значит, захватывает это изображение. Вот на экране ноутбука картинка явно идет плавнее, немножко, но плавнее. поскольку я подозреваю, что вот это все равно воспроизводится где-то 30fps всего лишь на всего. То есть Full HD за счет видяхи RTX 3050 кадров 30 обеспечивает. Может больше, но не 144, сколько может выдать сам дисплей ноутбука. Это точно. Подождем тест до конца, пускай записывается. что-то еще включилось. Такое впечатление, что там не один кулер. Мне так кажется. Еще шумнее стало. Да, скорее всего здесь не один кулер. Вот прям зашумело, хочу вам сказать. То есть этот ноутбук ни в коем случае нельзя ставить, скажем, на диване, на пузо себе положить. Не-не-не-не-не. он должен стоять на столе, чтобы знать, что у него была возможность выхватывать снизу поддув, до воздуха всасывать. нагрелся. И что у нас в плане кадров в секунду? Ну, в принципе, я не ошибся, когда говорил, что около 30 кадров в секунду есть. Ну, да, он 25, 26, 27, 33. Короче, 30 кадров в секунду 3DMark все-таки тянет. Казалось бы, 30-50 видяха. Это же какая должна быть видеокарта, чтобы вот этот тест выдал, ну, не знаю, хотя бы 100 фпс. Ни хрена себе. В любом случае, этот тест показывает то, что раз его тянет на 30 фпс, значит, любая современная игрушка будет работать не хуже, а то и лучше. К сожалению, современных игр у меня нет, чтобы проверить, но, поверьте, так оно и будет. Так, и... О! Все! Вот вам, пожалуйста, 4800 попугаев. Не знаю, много это или мало, он как бы 30 фпс тянуло точно. Что это значит, я не знаю, но однозначно, что данный ноут в принципе способен переваривать любые современные игрушки. Ну, может, не на максимальном качестве. Но, опять же, проверить мне, к сожалению, все это дело ни на чем. Нет у меня современных игр. А так, да зашибись! Еще осталось разобраться, конечно, со всеми этими настройками. Что я могу сказать? Десятка мне не нравится. 11-й Windows выглядит посимпатичнее. Это все, что я могу сказать. Такие дела, ребятушки. Всем пока. Понимаю, что тест ни о чем, но больше ни о чем мне не просить. Переснимать не буду, потому что ноутбук не мой, вот он мне попал на денек. Все, я его отдал.